Антон, какие решения предлагает компания «Адама» по очистке свекловичного поля от сорняков? Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы поговорим о новых решениях компании «Адама», предназначенных для защиты сахарной свеклы от сорных растений и вредителей. Сахарная свекла является одной из важных сельскохозяйственных культур в России. Ее стабильное производство обеспечивает значительную часть рынка сахара в нашей стране. Одним из сдерживающих рост продуктивности сахарной свеклы факторов выступают вредные организмы. При отсутствии проведения защитных мероприятий против сорняков, вредителей и болезней урожай может снижаться в 4-8 раз. Сахарная свекла вследствие медленного роста в первые 6-8 недель вегетации, то есть от фазы всходов до смыкания листьев в междурядьях, совершенно не способна конкурировать с сорняками за свет, элементы питания и воду. Высокая засоренность посевов культуры на этом этапе развития может привести к потерям 25% урожая. Совместное произрастание сорняков с сахарной свеклой в течение всего периода вегетации может привести к потерям до 80% урожая. В портфеле компании Адама появилось 3 новых гербицида для защиты сахарной свеклы от сорняков. GoldX Gold, GoldX Super и GoldX Titan. Давайте рассмотрим каждый из них. GoldX Gold это однокомпонентный гербицид на основе действующего вещества метаметрон 700 грамм на литр. Препаративная формула концентрации с пенсией, способ действия системный, норма расхода 1,5-2 литра на гектар. Препарат предназначен для контроля однолетних будольных сорных растений. Рассмотрим механизм действия гербицида. Метаметрон поглощается преимущественно корнями, почвенное действие, а также листьями сорных растений, листовое действие. От корней действующее вещество передвигается в новый прирост листьев сорняка. GoldX Gold нарушает процесс фотосинтеза у сорных растений. Видимые признаки угнетения сорняков появляются через 2-7 дней после обработки, а полная гибель наступает через 2-3 недели. GoldX Gold обеспечивает защиту культуры на срок от 3 до 8 недель в зависимости от видового состава сорняков, фазы их развития, а также погодных условий после обработки. Гербицид GoldX Gold обладает рядом преимуществ. Продолжительное почвенное действие обеспечивает наличие в формуляции комплекса ненасыщенных жирных кислот, защищающих действующее вещество от ультрафиолетового излучения. Эффект солнцезащитного крема. Наилучший помол действующего вещества. Более 50% частиц менее 2 микрон в препарате GoldX Gold и максимум 5% в формуляциях других гербицидов. Формуляция обеспечивает оптимальное распределение проникновения и поглощения действующего вещества. Базовый гербицид для защиты посевов сахарной свеклы от сорняков. Для повышения эффективности гербицида GoldX Gold и обеспечения более длительного защитного действия препарат рекомендуется использовать в комбинации с другими гербицидами компании Адама. Преимущественно на основе фен-медифама, дес-медифама и этофумизата. Это продукт Бельведерф Форте. Как мы видим из диаграммы, 100% биологическая эффективность баковой смеси гербицидов GoldX Gold и Бельведерф Форте была отмечена в отношении следующих сорняков. Горца птичьего, пикульника обыкновенного, галенцоги мелкоцветковой, ромашки непахучей, горца шероховатого. Незначительно меньше эффективность была против мари-белой и горца венкового 99,86% соответственно. GoldX Super. Это двухкомпонентный гербицид на основе действующего вещества этофумизата 150 грамм на литр и метаметрона 350 грамм на литр. Препаративная форма концентрации спензии, способ действия контактно-системный, норма расхода 1-2 литра на гектар. Препарат предназначен для контроля однолетних гудольных сорных растений и некоторых однолетних злаковых сорных растений. Рассмотрим механизм действия гербицида. Этофумизат поглощается развивающимися листьями и корнями, почвенное и листовое действие. Метаметрон поглощается преимущественно корнями почвенное действие, а также листьями, листовое действие. От корней действующее вещество передвигается в новый прирост листьев. GoldX Super блокирует клеточное деление и липидный обмен у сорных растений, а также нарушает процесс фотосинтеза. Видимые признаки угнетения сорняков проявляются через 2-7 дней после обработки, а полная гибель наступает через 2-3 недели. GoldX Super обеспечивает защиту культуры на срок от 3 до 12 недель в зависимости от погодных условий и степени засоренности обрабатываемого поля. Гербицид GoldX Super обладает рядом преимуществ. Высокая эффективность при низких температурах. Действующее вещество этофумизат, входящее в состав гербицидо, активно уже при температуре плюс 2-7 градусов. Эффективен в борьбе с подморенником Цепким, падалицей, рапса, переросшей Марию и горцем Юнковым, благодаря наличию в составе этофумизата. Контроль некоторых однолетних злаковых сорняков также обусловлен наличием в составе этофумизата. Инновационная комбинация действующих веществ. Длительное защитное действие обусловлено высокой почвенной активностью этофумизата и метаметрона. Как мы видим из диаграммы, 100% биологическая эффективность после применения гербицида GoldX Super в норме расхода 1,5 литра на гектар была отмечена в отношении следующих сорняков. Мари белой, фиалки полевой, частица однолетнего, горца почечуйного, горчишки венковой. Меньше всего эффективность гербицида была против щерицы запрокинутой и щерицы жминдовидной 77,68%. Соответственно, увеличение нормы расхода гербицида GoldX Super до 2 литров против щерицы жминдовидной и щерицы запрокинутой снижало их численность на 194%. Голтикс Титан – это двухкомпонентный гербицид на основе действующего вещества метаметрон 525 грамм на литр и кинемерак 40 грамм на литр. Препаративная форма концентрация спензии, способ действия системный, норма расхода 1,5-2 литра на гектар. Препарат предназначен для контроля однолетних дудольных сорных растений. Рассмотрим механизм действия гербицида. Метаметрон подавляет процессы фотосинтеза. Проникает сорня главным образом через корни и в меньшей степени через листья. Это позволяет в значительной степени задерживать появление следующей волны сорняков. Квинмерак хорошо проникает в сорные растения через листья и корни. Действующее вещество вызывает образование в растениях абсцизовой кислоты и этилена. Их избыток нарушает водный баланс, что приводит впоследствии к гибели растений. Видимые признаки угнетения сорняков проявляются через 2-7 дней после обработки, а полная гибель наступает через 2-3 недели. Голтикс Титан обеспечивает защиту культуры на срок от 3 до 8 недель в зависимости от погодных условий и видового состава сорняков. Гербицид Голтикс Титан обладает рядом преимуществ. Эффективный синергизм двух действующих веществ. Эксперт в контроле Марии Белой и подморейника Цепко. Дополнительное действие через листья благодаря Квинмераку. Меньшая зависимость от уровня увлажнения почвы. Важный компонент для баковой смеси с гербицидом Бельведер. Как мы видим из диаграммы, 100% биологическая эффективность баковой смеси и из гербицидов Голтикс Титан и Бельведер Форта была отмечена в отношении следующих сорняков. Подморейника Цепко, Пастушьей Сумки, Ромашки Непахучий, Фиалки Полевой, Горца Шероховатого. 99% эффективность была против Марии Белой. Меньше всего биологическая эффективность была против падали Церапса. Как мы видим, гербицид Голтикс Голд эффективно контролирует 14 представленных на слайде сорняков. При добавлении к метаметрону действующего вещества этофумизат у гербицида Голтикс Супер, помимо эффективного контроля упомянутых сорняков, появляется эффективность еще против семи сорных растений. Горец птичий, речишка венковая, мятлик однолетний, лесохвост полевой, овсюк, щетинек сизый и просокуриные. Формуляция гербицида Голтикс Титан, метаметрон плюс генмерак, дополнительно обеспечивает усиление действия против редки дикой, видов ромашки, послена, черного, пастущей сумки, незабудки полевой, а также против подвореника Цепкова, петрушки собачьей и мака полевого. Давайте определимся по срокам применения рассмотренных гербицидов. Принимая во внимание высокую толерантность сахарной сёклы к гербицидам Голтикс Голд, Голтикс Супер и Голтикс Титан, при выборе сроков их применения ориентируйтесь на фазу развития сорных растений, а не культуры. Норма расхода гербицида 1,5 литра на гектар рекомендуется для обработки сорняков, находящихся на ранних этапах развития. Увеличивайте норму расхода до 2 литров при перерастании сорняков и при высокой численности их в посевах с сахарной сёклы. Повторные обработки гербицидами серии Голтикс в рекомендуемых нормах расхода следует проводить при появлении всходов новой волны сорняков, фазу раскрытия семидольных листьев или 1-2 листа у злаковых сорняков. Интервал между обработками 8-14 дней. Чем ниже температура воздуха, тем продолжительнее интервал между обработками. Вредители могут снижать густоту посевов с сахарной сёклы до 50% и сильно повреждать листовой аппарат культуры, что впоследствии приводит к существенному снижению урожая. В портфеле компании Адама есть новое эффективное решение – инсектицид Галил. Галил – это двухкомпонентный инсектицид на основе имидоклоприда 250 г на литр и бифентрина 50 г на литр. Имидоклоприд обладает системным действием – бифентрин контактным. Препаративная формула – концентрацию спензии. Способ действия – системный. Контакт наш кишечный. Инсектицид предназначен для контроля свекловичных долгоносиков и свекловичных блошек. Норма расхода от 0,150 до 0,2 л на гектар. Давайте рассмотрим механизм действия инсектицида. Оба действующих вещества направлены на нарушение работы нервной системы насекомого, что впоследствии вызывает паралич, а позже приводит к гибели вредителя. Вредители погибают во время контакта с препаратом, при опрыскивании, при питании на обработанном растении, внутри него и на нижней стороне листа. Инсектицид Галил обладает рядом преимуществ. Уникальное сочетание двух действующих веществ, различных по механизму действия. Уничтожение скрытно живущих вредителей и питающихся на нижней стороне листьев. Мощный нокдаун эффект гибели вредителя в течение 24 часов. Гибкий температурный режим для применения. Длительный период защитного действия в среднем 14-21 день. Теперь давайте рассмотрим всю систему защиты сахарной свеклы от вредных объектов, предлагаемой компанией Адама. Защита от сорных растений на всем этапе возделывания культуры базируется на применении баковой смеси из гербицидов. Гербицидов Бельведер Форте в норме расхода 1-1,5 литра на гектар плюс Голтикс Голд в норме расхода 1,5-2 литра на гектар. Если посевы сильно засорены под морейником цепки, мы вместо гербицида Голтикс Голд рекомендуем использовать гербицид Голтикс Титан в норме 1,5-2 литра на гектар. Для контроля многолетних и однолетних широколистенных сорняков, таких как бодяг полевой, виды асотов, горцев, в портфеле компания Адама есть гербицид на основе клапиролида, ланган. Для контроля многолетних и однолетних злаковых сонных растений в портфеле есть гербицид Шагун на основе пробоквизофоба. Для контроля вредителей есть проверенный временем инсектицид Перенекс Супер на основе хлороперифоса и бифентрина. Защитить сахарную свеклу от болезней компания Адама предлагает фунгицидом Бампер Супер на основе пропиканозола и прохлораза. Немаловажно также сказать, что в компании появился биостимулятор-антистрессант на основе вытяжки из бурых водорослей под названием Эксел Гроу. Данное решение защищает культуру от всех видов стресса и позволяет реализовать потенциал сахарной свеклы по максимуму. Если в посевах встречается большое количество злаковых сорняков, то защита на всем этапе возделания культуры базируется на применении баковой смеси из гербицидов. Бельведер в норме расхода 1-1,5 литра на гектар плюс Голтик Супер в норме расхода 1,5-2 литра на гектар. Остальные препараты компании применяются также в зависимости от решаемых задач. Доверяйте защиту сахарной свеклы продуктам компании Адама.